Максим Горький сказал, не зная прошлого, не познаешь настоящее, не будешь знать цели будущего. Я всегда с содроганием беру вот эту вот книгу выдачи дипломов первого выпуска. С этой книги начинается история Кольского медицинского колледжа, а тогда, 90 лет назад, Хибиногорского медтехникума. Его переименовывали несколько раз, но неизменным оставалось предназначение – подготовка специалистов, без которых не сможет существовать ни одно лечебное учреждение. Сегодня в колледже числится 855 человек. В 1933 году их обучалось всего несколько десятков. Первый выпуск – 56 специалистов медицинского дела, 37 фельдшеров и 19 помощников санитарных врачей. В военные годы многие выпускники и преподаватели ушли на фронт, но техникум продолжал работать. Студенты дежурили в АВАК-госпиталях. В музее колледжа бережно хранится летопись событий тех лет. Представлены личные вещи наших выпускников, участников войны. Их не так много, но они нам особенно дороги. И санитарная сумка, и фронтовые рукавицы – это подарки как раз наших выпускников. За девять десятков лет одно из лучших учебных заведений нашей области выпустило более 13 тысяч востребованных на рынке труда специалистов. Коллектив колледжа – профессионалы с многолетним опытом. Большинство из них работали в больницах, поликлиниках, станциях скорой медицинской помощи. Наши традиции, которые на протяжении долгих лет у нас сформировались, и мы стараемся вот эту планку уровня обучения не снижать, а только улучшать. И всё, что требуется от педагогического коллектива – это продолжить прививать ценности, жизненные ценности. Студентка Алистина Игнатенко, лауреат именной губернаторской стипендии с жизненными ценностями, определилась давно. Даются не только профессиональные навыки, но и закладываются такие качества, как милосердие, сострадание, понимание, готовность прийти на помощь и оказать моральную поддержку. По моему мнению, это, мне кажется, самые важные качества, которые должны быть у медицинского сотрудника и специалиста в сфере здравоохранения. Сегодня в колледже готовят медперсонал по трём специальностям – сестринское лечебное и акушерское дело. Среди студентов не только выпускники девятых классов, но и люди более зрелого возраста. Сергей Копытов в прошлом управленец, имеет диплом о высшем образовании. Сегодня студент последнего курса КМК. Я понял, что действительно мне очень нравится медицина, долго к этому шёл. Сначала не было возможности, а сейчас сложилось так, что и возможность, и желание получилось. В этом учебном году по федеральному проекту молодые профессионалы национального проекта образования в колледже открылись современные мастерские, медицинский и социальный уход и лечебная деятельность. Они оснащены симуляционными тренажёрами. Обучение проходит в условиях, максимально приближенных к реальности. Это не театральный кружок, это деловая игра. Для будущих медиков необходимы интерактивы, создаются ситуации, программируются тренажёры, распределяются роли. Я контролирую, как правильно поставлена речь наших студентов, направляю. Самое главное, что им нравится, им нравится общение. Я считаю, это довольно-таки большой козырь, деловая игра. И мы прям как будто настоящие медсёстры, как будто работаем уже 10-15 лет, у нас стаж такой. Каждый день, каждый раз набираемся даже этого опыта. От преподавателя... Колледж – это ещё и спорт. Андрей Аверин мечтает стать военным врачом, поэтому в свободное время развивает физическую форму. Поиграть в теннис в свободное время. Также можно сходить в зал, там проводят отдельные тренировки по вечерам. Также проводят соревнования по плаванию. В военно-патриотическом игры всякие проходят. Сегодня, как и 90 лет назад, актуальны слова первого директора учебного заведения Маргариты Карповны-Окоповой. В условиях Заполярье, где нужда в медицинских работников особенно велика, сегодняшним выпуском мы гордимся. Разъезжаясь на свои участки работы, выпускники должны твёрдо помнить свои обязанности. Честно и добросовестно охранять самый ценный в мире капитал – человеческие жизни. Юлия Барабан, Александр Николаев и Ильхам Курмашев, ТВ21+, Апатиты.